Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как быть, если находясь в окружении друзей своего парня, либо других знакомых мужского пола, я невольно сравниваю своего парня с ними, и очень часто эти сравнения идут не в его пользу. По многим критериям такое происходило у меня и в предыдущих отношениях, не могу понять в чем дело. Я выбираю на тех парней или слишком идеализирую посторонних людей. Бывало это случалось после знакомства с парнем в месяц, а бывало и после двух лет совместного проживания с ним. У меня в окружении, кроме моего парня, обычно очень мало мужчин, с которыми я общаюсь. После таких встреч я чувствую себя виноватой, что пытаюсь симпатию и интерес к чужим молодым людям. Мне хочется их хвалить, общаться с ними в отличии от своего парня. В то же время в моей прошлой жизни всегда случалось так, что парни, по которым я особый, после недолгих отношений уходили от меня. А тех, кто симпатизировал мне сильно, я отчевала сама. Получается, что я не знаю, что такое обоюдный интерес друг к другу и существует ли он. В моем понимании мужчину нужно немножко недолюбливать, чтобы он всегда хотел быть с тобой рядом. Вкратце, как-то так. Либо я из тех людей, в которых в сужом огороде всегда трава зеленее. Ну здесь мы сталкиваемся с несколькими ключевыми моментами. Во-первых, сравнение молодых людей – это проблема сеноценкой, когда мой молодой человек определяет меня. То, что вы испытываете вину за то, что сравниваете молодых людей, точнее, встречаетесь хорошо, хотите к ним относиться, хвалить их, а это связано с тем, что вы не обесцениваете себя, а обесцениваете в себе свои желания. То есть сейчас очень похоже на то, что вы просто пытаетесь реализоваться максимально за счет молодого человека. По поводу того, что вы пишете, что парни, по которым я с сухой уходил, а те, кто симпатизировал, я называл. Это желание доказать, что вы ценны и что любимы. И, конечно же, страх близости, страх взближения. Запрет, внутренний запрет на построение серьезных отношений. Вот, а по поводу, вот вы пишете, да, что, чтобы парень всегда хотел с вами убить, да, его нужно не дало. Вот это вот как раз история про контроль, про желание привязать к себе человека. С одной стороны, а с другой стороны, страх, что вас бросит. Вот, и в целом такая, скажем так, политика по отношению к себе, она в целом связана с обесценивающими тенденциями внутри вас, то есть это ваши собственные обесценивающие тенденции. Это то, как вы сами себя обесцениваете, с одной стороны. И, с другой стороны, это отсутствие по большому счету личностной глубины в общении с мужчинами. И, в том числе, конечно же, вот, скажем так, в общении, значит, с самой собой. То есть здесь проблематика, она заключается в том, что вы к себе относитесь не как к личности. То есть вы к себе относитесь вот в этом смысле, да. Ну, просто, например, как к женщине, например, которая, ну, грубо говоря, должна найти своего мужчину. Ну, а мужчина должен быть, соответственно, должен, ну, должен обладать какими-то, какими-то качествами, вот. То есть если мы говорим исключительно, допустим, о гендерной модели поведения. То есть у нас идет вот этот вот, скажем так, перебор, перебор в сторону гендерного. То есть если мы говорим о взаимодействии, их, напротив, получается, недобор в том, что касается личностной общины. Вот. И отсюда, конечно, возникает вот эта вот проблема, что мужчину-то я хочу себе как можно лучше, вот, говорить его. И отсюда вот постоянно такая потребность сравнивать, что, ну, в принципе, вполне логично. Как мне кажется, то есть тут нет ничего, нет ничего необычного. Ну, вот, особенно если, ну, если учиться особенно, да, что вы можете вот как-то себя обеспечить. Вот. Поэтому, конечно, дело не в том, что права зеленее и так далее, а дело в том, что на данный момент вы пытаетесь решать свои внутренние проблемы, свои внутренние трудности за счет мужчины. Вот. И в общем и целом, в общем и целом, это, пожалуй, ключевой момент. И пока вы будете действовать вот в таком ключе примерно, ну, я бы сказал, что ситуация не изменится. Вот. Потому что с чего ей, с чего и меня. Поэтому в этом, ну, в вашем случае рекомендуется начать индивидуальную работу, направленную на решение тех проблем, которые я писал. Вот. Вот. О которых я сказал. Сейчас. Сейчас. И, соответственно, уже после этого можно будет о чем-то говорить. что-то корректировать. Например. Вот. А пока что. Пока что. Я бы сказал, что ситуация не изменится. Ну, вот. Ну, ближайшую, скажем так. Перспективу. Понимаете, что я имею в виду? Я имею в виду к моему большому сожалению. Ну, я бы, конечно, я бы, конечно, сказал, что, в принципе, суммы можно поправить, и нормально. На мой взгляд, это не так сложно, если вы, например, поставите себе такую цель. Да, если вы поставите себе цель конкретную решить этот вопрос, например, то я не думаю, что это будет особенно тяжело. Ну, конечно, будет в определенной степени приложить усилия какие-то, конечно. Просто пока непонятно, хотите ли вы эти усилия прилагать и, соответственно, готовы ли вы для этого что-то делать. Насколько вы готовы, так скажем, складываться. Опять же мне показалось, в той или иной степени мне показалось, что... А, ну... Что... Что вот... Пока... Ну, что пока что вы не готовы. Ну, мне так показалось. Я могу как-то вот... Особенно... Особенно... Да... Вот... Я могу быть... Неправ... Ну... Конечно. Вот... Ну, на мой взгляд... Пока вот что. На этом... На этом... Пожалуй, все... Что я хотел... Сказать... На... Ну... На сегодня... На данный момент... По крайней мере... Я буду... Благодарен... Вам... Вам... Зам... Обратных связь... А... А... По моему... Ответу... Вам это... А... Позволит... А... Начать... Значит... Над собой... Работу... Да? Вам это... Позволит... Начать... Ну что-то... Ну, что-то вот... свои, свои жизни менять, вот, я вам хотел бы пожелать удачи, я хотел бы пожелать вам всего самого доброго, обращайтесь за помощью.